привет всем и вот сегодня я хочу буквально несколько минут столько смогу столько я смогу потому что много не хочу поговорить о вот таком вот примере предмете под названием высекание насколько я понимаю этот неологизм должен обозначать какую-то вот такой вот стакката такую вот игру то есть если я это покажу на чистом звуке это будет не вот такое вот легато то что называется до а стакката и это тревистые звуки с пустотой посредине окей теперь одна из али есть два несколько тезисов в этом деле первый агрессивная игра помогает достичь хорошего стакката не сейчас не охота заморачиваться на ритм бокса но я обещаю что я это сделал давайте проверим есть два медиатора 1 это . 1 а второй это 0.53 то есть посреди дела это перышко это уже такой ощутимый такой попробуем может быть это разные медиаторы может быть это разные медиаторы итак высекать будем посмотрим как будет звучать сейчас я делаю пауэркорд то есть а то что нам не надо это соответственно вот что ну вы скажете не то бабуля хлеб живет ладно может пауэркорд полный пауэркорд с октавой не годится попробуем просто играть клинками посмотрим что будет итак поменяем медиатор теперь тоже возьмем медиатор пожестче да и поехали а вроде то да а если тогда все-таки вернем эту ортаву что будет сейчас на усилителе все эквалайзеры бас и требовал и милл были поставлены на пятерку сейчас я вам покажу небольшой прикол до играем мы пока что тяжелым медиатором да чем меньше но мы зажимаем тем больше у нас получается стакана все верно пока мы играем на холлоу бобби кстати говоря мы добавляем треблы до отметки в 12-15 то есть примерно 75 процентов мидл убираем чертовой бабушки оставляем двойку басы оба составляем четверку потому что гитара из могла не в дисторшене в дисторшене грейм у нас до конца но мы тон чуть-чуть уберем чуть-чуть уберем а нижний звукач мы его все подключаем на нижнем да и вот сейчас послушаем ее звук включаем дисторшен начнем с мягкого медиатора а так так Продолжение следует... 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 для этого я сейчас делаю просто одну простую вещь сейчас я добавлю басов до семерки и мидлы поставлю до шестерки от реблы я уберу и попробуем это все на бас мне уже мешает он мне загоняет ушами в такую вот стезю где мне совершенно вот совершенно не получается совершенно не получается поэтому я возвращаюсь опять к спи его посмотрим что то что может такая гитара сейчас нам дать но полное высекание да начнем с него нет никакого высекания бас все короче стоит на вас сильно семерки так а а а а а получается что все таки этот медиатор то лучше не а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выводы сии весьма просты. Достикание зависит напрямую от частот, которые вы выставите. Более песочная дискошенка и дофига требований у вас получится более резкий звук. Если вы считаете, что секрет успеха в медиаторе, я так не считаю, потому что у меня лучше сейчас получилось, мне лично было более просто с тем, к которому я привык. 0.53. Может быть для вас это и непривычный медиатор, но на самом деле критерий получается тогда только один. Используйте этот медиатор, который близок вам. Третье. На Суперстразе и на вот этой самой гитаре, на них не одни и те же звукосниматели. Соответственно, звук они дают разные. Для высекания лучше это. А для плотного ритма лучше это. Для соляков лучше это. Но на этой шреде идут быстрее. Ну на самом деле, а самое это главное. Последние-то я 4 квадрата сыграл без всяких каких-то там высеканий. Почему? А нафиг оно нужно, мне скажите. Какой смысл тот? Смысла-то нет. Я могу высекать, могу не высекать. Но если надо высекать, высечем. А если не надо, так и не надо. Вот и все. Так что посмотрю, подумаю. Может быть сам что-то собрал.